Озерецкая Елена Леонидовна, рассказ Олимпийские игры, глава третья, старший брат. Весна, весна, начинаются каникулы, и можно больше не ходить в эту противную школу, распевал Лин, перебрасывая из руки в руку кучку бабок. Ну а в музыкальной школе ведь нет каникул, молодой хозяин. Выучил ли ты уже песню, крик, звучащий вдалеке? Конечно, выучил, и гимну «Ужасная паллада, разрушающая города» тоже. Ну, тогда поупражняйся на флейте. Лин не возражал. Учиться музыке ему нравилось. Приложив флейту губам, Лин заиграл грустную песенку, тихонько отбивая такт ногой. Не дурно, улыбнулся вошедший Арифрон. Только не слишком ли ты много времени тратишь на это занятие? Ну, отец мой, – почтительно ответил мальчик. Ещё великий салон говорил, что дети должны учиться музыке. Верно. Но ещё важнее он считал гимнастику, а я что-то не замечаю, чтобы ты был слишком усерден в палестре. Лин потупился. В палестре ему было неинтересно. Особенно не любил он борьбу, потому что ему не нравилось валяться в грязи, чтобы сделать тело более скользким или, намазавшись оливковым маслом, кататься в пыли с противником, как требовал учитель-педатриб. Помни, о юноша, – говорил он, помахивая своей велообразной палкой. Пыль, приставая к маслу, облегчает захват противника. И стало быть, старайся как можно сильнее выкатать его в пыли. И мальчишки выкатывались так, что даже стригилом, специальным скребком для очищения кожи от грязи, не всегда удавалось оттереться дочисто. От тяжёлого каменного или бронзового диска болели мышцы, ведь самый маленький из них весил почти полтора килограмма. Метать деревянную палку, заменяющую в палестре копьё, тоже было не очень-то просто. Бросок делали при помощи аментума – кожаного ремня, который прикрепляли к древу так, чтобы оставить петлю для пальцев. Педатриб требовал от мальчиков уменья метать копьё не только правой рукой, но и левой, а иногда заставлял их метать сразу два копья, обеими руками одновременно. Против бега Лин ничего не имел. Он не раз отличался и в простом, и на одну стадию, то есть на 183 метра, и в Диавле, в двойном, и даже в Далехосе, когда надо было покрыть дистанцию шесть раз. Но вот прыжки у него получались плохо. Чтобы усилить толчок, полагалось в момент отталкивания от земли резким движением бросить вперёд гантели. У Лина же они вечно летели в сторону, а то падали и на ногу, что было прибольно. А Педатриб тут же добавлял и своей палкой. — Нет, не любил Лин Палестры. — Что же ты молчишь? — строго продолжал Арифрон. — Я хожу в Палестру, — прошептал Лин. — Хочешь, да потому что от тебя этого требуют не больше. А ведь ты знаешь, что гимнастика придаёт телу гибкость и крепость всех членов, развивает храбрость, силу и энергию. Без этих качеств ты не станешь достойным слугой Отечества ни в мире, ни на войне. Бери пример с твоего старшего брата. — Но ведь Калий уже не мальчик, он давно перешёл из Палестры в гимнасий, куда ходят только взрослые. — А знаешь ли ты, что он стал известным атлетом и поедет защищать честь Афин на Олимпийских играх? — Да неужто? — просиял Лин. — Вот молодец-то! — Лин очень любил брата. Высокий, красивый и весёлый Калий был для мальчика идеалом. Он никогда не прогонял от себя младшего братишку и рассказывал ему множество интересных историй. — А вот ты и я! — раздался весёлый голос. В комнату быстро вошёл Калий и почтительно поздоровался с отцом. — Значит, решено? — спросил Арифрон. — Да, отец, завтра еду, чтобы там тренироваться. Надеюсь, боги помогут мне не уронить честь Отечества. — Я уверен в тебе. К сожалению, брат на тебя не похож. Вступай к Гефесту, Лин, и помни, что я тебе говорил. Опустив голову, с трудом удерживая слёзы, Лин вышел. — Разреши мне сказать, отец! — начал Калий. — Не заступайся за своего любимца! — сердито прервал Арифрон. — Где это видано, чтобы афинский мальчик был так равнодушен к спорту? — Я как раз об этом и хотел сказать. — продолжал Калий. — Отпусти его тоже в Олимпию. Увидев всё великолепие игр, блеск и мощность атлетов, он захочет стать таким, как они, чтобы тоже когда-нибудь добиться звания олимпионика. — Но разве он не видит здесь в Афинов, в каких успехах добиваются его сверстники? Разве он не знает, каким прекрасным спортсменом стал его собственный брат? — Это не то, отец. Вся обстановка Олимпийских игр, красота всего, что с ними связано, наконец, бурный восторг тысяч молодых и старых зрителей обязательно увлекут его. — Ну что ж, помолчав, сказал Арифрон. — Может быть, ты и прав. Пусть увидит сам, чего достигает человек, если он этого захочет. Только ведь ты не сможешь наблюдать за ним. — Нет, конечно. Пошли с ним несколько слуг под начальством Гефеста. Купи хорошую большую палатку, и они прекрасно устроятся где-нибудь на берегу Алфея. Большинство приезжающих на игры живут именно так. — Да и что может случиться с мальчиком? Ты ведь знаешь, что Гефест не отходит от него ни на минуту. — Ты хорошо придумал, мой Калий, — улыбнулся Арифрон. — Будь по-твоему. — Постойка. Продолжение следует...